Всем отличного самочувствия! В этом видео подробно разберем подосную мышцу, триггерные точки которой могут вызывать боль в области плечевого сустава, по передней наружной поверхности руки, вдоль позвоночного края лопатки, а также в основании шеи. Проанализируем упражнения, которыми можно помочь себе в домашних условиях избавиться от боли. С вами Сергей Чернов, доктор, мастер йоги и проект Слав Йога. Подосная мышца начинается от всей поверхности подосной ямки лопатки, оставляя свободным латеральный край и нижний угол лопатки. Другим своим концом подосная мышца прикрепляется коротким сухожилием к большому бугорку плечевой кости. Начальная часть подосной мышцы прикрыта трапециевидной мышцей, область прикрепления к плечу дельтовидной мышцей, нижняя часть большой круглой мышцей и широчайшей мышцей спины. Подосная мышца осуществляет наружную ротацию плеча вместе с задней частью дельтовидной мышцы и малой круглой мышцей, принимает участие в отведении плеча с наружной ротацией, участвует в горизонтальном отведении плеча. Подосная мышца стабилизирует головку плечевой кости в суставной впадине лопатки во время движения руки и является частью вращательной манжеты плеча. Триггерные точки подосной мышцы вызывают боль глубоко по передней поверхности плеча и в глубине плечевого сустава, которая опускается вниз по передней наружной поверхности руки, уходя на лучевую поверхность кисти, иногда распространяющаяся в пальцы руки или в подзатылочную область. Триггерная точка, расположенная в зоне сухожильно-мышечного перехода у позвоночного края лопатки вызывает болезненность в эту область, похожую на отражённую боль, исходящую из триггерных точек ромбовидных мышц и четвёртой триггерной точки, расположенной в средней части трапециевидной мышцы. При поражении подосной мышцы триггерными точками могут наблюдаться жалобы не только на вышеописанную боль, но также на невозможность достать рукой задний карман брюк, застегнуть сзади бюстгальтер, юбку или платье. При расчесывании волос во время бритья или чистки зубов может возникать резкая боль в плече. Если человек увлекается спортом, например, волейболом или теннисом, то помимо боли в плече может снижаться сила удара по мячу. В ряде случаев боль не позволяет лежать не только на боку с поражённой стороны, но также и на спине, так как грудная клетка собственным весом активирует триггерные точки, расположенные в подосной мышце. Если же человек лежит на здоровой стороне и рука во время сна свисает спереди, то длительное растягивание проблемной подосной мышцы может также усиливать боль и дискомфорт, мешая полноценному отдыху и восстановлению. Активация триггерных точек в подосной мышце обычно происходит в результате острого стресса или многочисленных стрессовых нагрузок, например, во время опоры на лыжную палку при катании на лыжах. Для определения поражения на досной мышце можно использовать кистелопаточный тест, при котором кисть помещается за спину и ею нужно достать противоположную лопатку. В норме кончики пальцев должны достать ось лопатки или уйти еще дальше. Если же объем подвижности значительно ограничен, и человек может завести кисть только до уровня тазобедренного сустава, то можно констатировать, что мышечные волокна подосной мышцы резко укорочены, и в них имеются триггерные точки, которые можно легко обнаружить, оказывая механическое воздействие на места их типичного расположения, например, при помощи массажного мяча у стены. В домашних условиях снизить интенсивность боли или полностью убрать ее можно путем сильного воздействия на триггерные точки с последующим вытяжением мышцы. Во время прокатки тела на большом массажном роли уделите особое внимание области лопатки и в течение нескольких минут прокатайте как правую, так и левую часть грудной клетки. Затем возьмите маленький массажный мяч 8 см, подойдите с ним к стене, найдите у себя лопатку, определите ось лопатки и область подосной ямки и осуществляйте прокатку подосной мышцы. Обнаружив участки уплотнения и повышенной болезненности, остановитесь и сильно надавливайте на них в течение 1-2 минут. После этого точно так же поработайте с противоположной мышцей. Еще более интенсивное воздействие на проблемные участки мышцы можно оказать на полу под весом собственного тела. Так как основными функциями подосной мышцы являются наружная ротация плеча, отведение плеча с наружной ротацией и горизонтальное отведение плеча, то вытянуть ее можно при помощи упражнений, которые осуществляют внутреннюю ротацию плеча с приведением плеча или горизонтальным приведением плеча. В моих тренировочных программах по йоге вы могли увидеть упражнение, при котором руки располагаются перед грудной клеткой, кисти прижаты к полу и затем осуществляется давление на руки весом тела. Это упражнение, которое называется «позой стрекозы», помогает выполнить горизонтальное приведение плеча с внутренней ротацией и вытянуть подосную мышцу. Для вытяжения подосной мышцы можно также использовать следующее упражнение. Сядьте на пол, согните ноги в коленях и поставьте стопы на ширине таза. Затем расположите кисти рук тыльными сторонами на боковых поверхностях корпуса, предотвращая их соскальзывание к пупку. Заведите локти между ног и осуществляйте очень мягкое давление на руки ногами, с каждым выдохом все больше расслабляя мышцы и вытягивая их. Еще одним очень эффективным упражнением для вытяжения подосной мышцы является кистевой захват за спиной. Его можно делать как стоя, так и сидя на пятках. Или, например, как это реализовано в моих тренировочных комплексах по йоге, сидя в вирасане. Одна рука заводится сверху, другая рука заводится снизу. Стремимся как можно ближе потянуться пальцами рук по направлению друг к другу, в идеале захватив одну кисть с другой в кистевом замке. Если у вас присутствует выраженное ограничение подвижности, и вы можете завести руку за спину, например, только на уровень поясницы, то воспользуйтесь ремнем или петлей для йоги, или даже носком. Захватите концы руками и старайтесь по чуть-чуть приближаться кистью друг к другу. Фаза фиксации всех описанных выше упражнений – 1-2 минуты на фоне глубокого и спокойного дыхания через нос. Если вы выполняете эти упражнения не в комплексе йоги, что является более предпочтительным вариантом, а изолированно, то само вытяжение можно производить под струей теплого душа, а после вытяжения дополнительно приложить грелку к области лопатки. Помимо регулярного выполнения терапевтических упражнений, особое внимание нужно уделить положению во время сна. Лежа на здоровом боку, следует подложить дополнительную подушку под руку, которая будет ограничивать чрезмерное растяжение подосной мышцы. Если у вас проблемная подосная мышца, избегайте также длительных, статических или регулярно повторяющихся динамических положений, когда руки подняты над головой, то есть произведено отведение плеча, например, при покраске потолков или игре в теннис, а также положений, в которых происходит длительная фиксация плеча в позиции наружной ротации. Например, во время многочасового вождения грузового автомобиля с большим рулевым колесом или во время работы за компьютером, когда мышь расположена далеко в сторону. Для формирования равномерно развитого мышечного корсета плечевого пояса и увеличения подвижности руки в плечевом суставе, я также рекомендую вам освоить упражнения с палкой. У меня есть целый плейлист на канале по этой теме, а также каждый понедельник в 13.00 по московскому времени я провожу прямую трансляцию, где мы делаем как простые, так и сложные упражнения с палкой. Рекомендую вам подписаться на канал, нажать колокольчик и присоединяться к нашим эфирам онлайн, либо заниматься с нами в записи в любое удобное для вас время. Также очень рекомендую вам посмотреть видео, посвященное надосной мышце, которая очень часто поражается триггерными точками вместе с подосной мышцей. Пожалуйста, поделитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями и знакомыми и спасибо за лайк. Ссылки на массажные инструменты и скидочный купон на 10% я оставил в описании, пишите там же внизу свои вопросы и комментарии по теме. Желаю вам крепкого здоровья и отличного самочувствия. До встречи!